Амичи замерзают в своих домах, несмотря на то, что топительный сезон идет уже второй месяц. Подобных жалоб в госжилинспекции почти две сотни. Только вот всегда ли претензии горожан обоснованы? Какой должна быть температура в квартирах и можно ли ее считать комфортной, расскажет Юлия Боброва. Ольга Филюнькина уже два месяца не может нормально принять душ. Воду спускает целый час, пока не потеплеет. А потом сразу надевает свитер. Несмотря на то, что обогреватель женщины выключать перестало, в квартире очень холодно. Коммунальщики уверяют, что многие амичи якобы неправильно измеряют температуру воздуха у себя в квартирах. По всем правилам нужно отойти от батареи примерно на полметра, поднять градусник на уровень одного метра и уже затем смотреть, какая температура в помещении. На градуснике 19 по Цельсию, но в угловой квартире должно быть 22. Именно в такой и живет Ольга. Из-за холода отклеились обои. Теперь там плесень. Коммунальщики, говорит женщина, на ее жалобы внимания не обращают. Мне сказали, у вас все нормально. А то, что плесневеет, они сказали, утепляйте стену. А смысл ее утеплять, сгниет, если тепла дома нет. Ну нет тепла дома. Женщина написала жалобу в ГОЗ, жил инспекцию. Там провели проверку. Коммунальщики оправдываются. Проблема в конструкции дома. Вот эта квартира, которая жалуется 64-й, у ней она самая по сути холодная. То есть она самая дальняя теплового узла. Второй год такая история. То есть мы пытаемся и в прошлом году, и там пытались наладить отопление. То есть вроде как бы получилось. С жалобами на холод в областную ГОЗ, жил инспекцию, обратились почти две сотни горожан. Чаще всего причина в недоработках управляющих компаний. Они неправильно регулируют тепло или не проверяют систему отопления. В итоге трубы в подвалах остаются без изоляции. Стояки ржавеют. Другая причина. Тепловые компании не всегда обеспечивают нужный уровень давления в сетях. Впрочем, иногда получается, жалобы есть, а нарушений нет. Температура соответствует нормативным требованиям. Но она была бы еще выше, если бы собственники не продвигали мебель вплотную к приборам отопления, не продвигали бы мебель к наружным стенам. Тем самым они ухудшают воздухообмен. Но даже если вы отодвинули мебель от батареи, а согреться все равно не получается, с нормативами, увы, поспорить нельзя. ГОСТ не учитывает интересы слишком теплолюбивых жильцов. Им остается только приобретать обогреватели. Юлия Боброва, Александр Рябуха. Новости. Здесь Омск.